Надоело слушать Малышу о том, что обязательно надо пить гормоны и антибиотики. Понимаете, почему обязательно надо пить гормоны и антибиотики? Я так понимаю, что современная медицина пытается укрепить наш современный организм, живущий в таких условиях, с помощью гормонов и антибиотиков защитить его и укрепить его. При этом абсолютно не понимая, что организм сам укрепляется и защищается. Но для этого важно создать ему условия. И да, понимаете, почему используются антибиотики? Потому что когда организм заболевает, естественный процесс заболел, то вырабатываются действительно свои собственные антибиотики, свои собственные вещества, которые иммунная система вырабатывает, и с помощью этого с заболеванием борются. Все, поборолось, дальше этого не надо. А ученые же, они заметили, что процесс иммуноглобулинов, эритроцитов, вернее, лейкоцитов возрастает, еще каких-то веществ, еще каких-то веществ. И думают, о, раз это возрастает, а, или там антибиотики, которые уничтожают бактериальную, значит, болезнетворную флору, мы их будем совать туда, сами. Но вот тут идет непонимание самого основного, что когда человек заболел, это процесс, в течение которого внедряется болезнетворное начало в организм, разворачиваются силы организма, то есть должен пройти естественный процесс разворачивания сил борьбы, борьбы, и, наконец-таки, с потом выброс этого. Потом стадия, будем говорить, маленького такого истощения, потери сил, потому что организм боролся, потом идет восстановление, и все, организм как ни в чем не бывало. А тут получается, что вот этот естественный процесс борьбы организма с инфекцией, он срывается, его пытаются заменить там антибиотиками. А получается, что и бактерии со временем приспосабливаются к этим антибиотикам, и становятся они, не реагируют на них. И плюс еще, за счет подавления нормальной микрофлоры, которая нам нужна антибиотиками, развивается микрофлора, вернее, не микрофлора, а грибковая составляющая организма. А раз она развелась, у нас ни, грубо говоря, болезни возникли не от бактерий, болезнетворных, которые они там подавляют, а зато от грибков, не менее грозные и порой смертельные. Вот, поэтому здесь важно повышать защитные силы организма, прежде всего, это внутренняя частота организма, это сохранение душевного равновесия, нормальное питание, физическая нагрузка, сон достаточный, и все, организм сам справляется со всем. Далее. Почему гормоны? Потому что было замечено, что вообще у молодого организма процент этих гормонов больше, за счет этого сила больше, там крепость организма больше, значит, вообще жизненные функции, значит, у него сильнее. Вот. И думают, и думают, ага, раз это так, то давай мы ему еще будем давать эти гормоны. А что получается? Смотрите, наш организм, вот в молодости, да, он вырабатывал гормоны, со временем это меньше становится, но тем не менее, это естественный процесс выработки, все так и должно быть. И когда начинают давать гормоны, и есть там много историй, описывающих, как это вначале происходило, там вводили себе гормоны, там обезьяны, врачи, то у них сразу возникал прилив сил, возникало все это, они думают, о, хорошо, буквально-таки эликсир молодости был. Найден. Так они считали. А потом со временем, допустим, делают ту же дозу, а она не помогает, то есть на та больше, больше, больше. Оказывается, наш организм на эту гормональную, значит, гормональное лечение, он просто-напросто свои гормоны начинает производить в уменьшенном количестве. И дело идет к тому, что дальше без гормонов из них он вообще никакой. Вот многие спортсмены, особенно бодибилдеры, они говорят, вот, значит, когда принимал анаболики, организм, значит, был силен, масса росла, значит, чувствовал себя суперманом, и так далее, значит, все это, потенция была великолепна. А потом перестал принимать, да, сила сдулась, масса упала, и, грубо говоря, половая потенция тоже стала никакая. Вот, это говорит о том, что мы сделали организму такую медвежью услугу, пытаясь, вот, как бы сказать, помочь. И теперь думается, что надо постоянно принимать, а постоянно, значит, там, совсем, говорит, вот эта своя, собственно, гормональная функция, она отпадет. Плюс, все-таки, искусственные гормоны, это не природные гормоны, которые у нас, они как-то вызывают разбаланс в той или иной мере. И в результате от этих гормонов люди там поправляются, еще что-то у них получается, еще что-то у них, вроде, как бы сказать, здоровые, там вот это, а видит, лицо стало какое-то там, это, отечное и так далее, и тому подобное. А дальше идут совсем другие проблемы, то есть, это такой путь к такому разбалансировке своего организма, что дальше уже никто не может справиться, ни аюрведа, ни сами врачи, они не поймут, что произошло с организмом. Естественно, тогда надо просто садиться на крутой голод и все это выгонять, обнулять организм. а про голод они еще там будут говорить, чтоб вы знали. Поэтому гормоны, антибиотики важно с помощью, оказывается, на гормоны влияет физическая нагрузка. Почему я занимаюсь тяжестями, подхлестываются мужские половые гормоны, вырабатываются. То есть, если человек вообще ничем не занимается, то у него один уровень гормонов. А если он занимается тяжестями, силовыми нагрузочками, он у него повыше будет. Видите, как это все можно сохранять, а не с помощью только. Ну, люди оказались, видите, ограничены в своем мышлении, и потом пошло.